А теперь обо всем подробно. 100 тысяч кубических метров грязного снега угрожают Красноярску. Вся эта масса совсем скоро растает на высотной, что может обернуться экологическим бедствием. Ведь ядовитая талая вода побежит прямо в местный ручей. Течением ее принесет в Енисей, тогда беды не избежать. Тревогу бьют уже не только экологи, но и депутаты с надзорными ведомствами. Есть ли решение проблему ответственных за вывоз снега служб? В сюжете далее. Я вижу из окна вот эту грязь. Как растут горы грязного снега на месте бывшего рынка в Октябрьском районе, пенсионерка наблюдала всю зиму. К весне ядовитые залежи стали минимум с трехэтажный дом. Специалисты уже посчитали, здесь 100 тысяч кубометров это примерно. Вдумайтесь в эту цифру. 12,5 тысяч полных камазов. Да всю зиму, считай, с дороги все сюда. И факт то, что она пойдет, как бы я хочу сказать, скачу, правильно? А скачи вы не сей. И мы эту воду пьем. На этом снеге вся техногенная грязь, улиц, выбросы от машин, предприятий, частного сектора и кто знает, что еще. Несмотря на то, что необходимыми параметрами снегохранилища бывший рынок не обладает, нет твердого основания и барьеров для талой воды. Это место выделили как дополнительную площадку для временного складирования снега. Наша съемочная группа была здесь еще в январе вместе с экологом. Он предупреждал о приближающейся беде. Когда это все растает, вся грязь, которым насыщен этот снег, это все растает, и у нас все попадет в ручей, а уже по ручью ниже, в Енисея. Приезжали мы и в начале марта. Спустя два месяца грязные кучи стали выше и шире. Сейчас этим обеспокоен не только эколог, но и депутаты и прокуратура. С утра на снеготвале собрался и целый консилиум. Приглашены представители Красноярской природоохранной прокуратуры, представители САТП, представители Росприроднадзора. Десять дней назад прошел в средствах массовой информации сюжет, где показывался этот снегоотвал, черный снег. У нас будет вопрос, что за десять дней сделано. А помимо того, что часть снега отодвинули от ручья на 50 метров и огородили снегохранилище бетонными блоками, ничего сделано не было. Ответственных за вывоз грязных гор вызвали на ковер прямо на снегоотвал. В дальнейшем от интенсивности таяния будут приняты те или иные мероприятия. Вполне возможно, что такого масштабного вывоза и не понадобится. Но в любом случае это нужно за этим наблюдать. Однако одних наблюдений мало. В планах сделать специальную траншею, чтобы туда стекала вода и уже из нее откачивать. А мусор отделить от снега и утилизировать отдельно. Но конкретного плана, как именно собираются избежать экологического бедствия, нет. Это, безусловно, вызывает у нас большие опасения. Именно поэтому мы выехали сюда. До 15 апреля в городской совет должен быть представлен четкий проект мероприятий, что будет сделано. Наблюдать за снегоотвалом будет и Росприроднадзор. Если возникнут подозрения, что вода в ручье загрязнена, возьмут пробы. И если окажется, что нормы опасных веществ превышены, рассчитают размер причиненного вреда. А дальше делом займется природоохранная прокуратура. Но уже сегодня приехал Боб Кэт и демонстративно отодвинул бетонные блоки. Главное, чтобы на этом вся работа и не закончилась.